Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Боже, дякую Ему, к устойшему нашего санктуария, отцу Андрею заславал приветствие, которое скрывал до нас. Дякую Ему Богу, что также в этом году мы могли приобрести к этому санктуару. Сегодня мы здесь встретимся в праздник, в отпуск, в шифре Святой Богородицы, Диви Марии, с капула, это особенный день. Мы можем попросить на себе потребность, ласки, благородки, для души и их. Вышли из своих знаний. Сегодня мы хотим праздник Богу, вместе с вашим Белым Хостом, на Викторе. И в ваших инвенциях, в их всех намерах, отправляем, разом со священниками, целый святый лес. Прослятся, чтобы, может, Божий Матерь представила и своему Сыну, а Вин прислухал и Боговство Тебя. Вызнай наше благохи, чтобы стали днами свершения святых даний. Продолжение следует... Продолжение следует... Илья, Рума, Леисов! Илья Леисов! Илья Леисов! Илья Леисов! Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. 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 что в сердце, что нас встречает, мае сенс. Святая Божия Божия была покликана Богом на выполнение неповторного завдания, каким стала тайна Божьего материнства. Так само каждый христианин должен разладать свое жизнь в перспективе Божьего покликания, которое нужно узнать, принять и выкнуть. Ци люди получают благодатку покликания, которое заключает к прокуратуре шлахом христианского развития. Ознаками своей благодати есть внутренние наткнение и потреба шукания правды и добра. Каждый, кто ступает на эту дорогу по шуку, уже находится на шлаху, который ведет к Христа. Перед многим открывается добра новина про Иисуса, и они, принимая ее, которые становятся христианинами, если принимают все то, что связано с благодатью христианского поклика. Бог не оставит никого без шанса открытия и принятия тайны Христа, который сам этому пришел на землю, чтобы шукать и спасти Божьего. Благодатку покликания отримала також Мария, дочка выбранного народа, которую Бог покликал, чтобы приняла Божьего Сина и, как Его Матерь, несла историю людства. Марии, мы заохопнуемся красою христианского покликания. Она, как первая христианинка, является для нас недостаточным выкладом, как выполнить свои покликания. Будьте божьими Богом за то, что таинством христианинга проводил нас на дорогу христианского жития. Будьте божьими за эту ласку всему тем, которые помогли нам и принять нашим Батькам, хрестам, священникам Церкви. Мои дорогие, хотя мы и примемо дорогое покликания, мы завжди повинні, то признавайте, как Его реализовать, открывающий постоянно те, чего ожидает быть название Бога и какая Его Бога. Неважливым будет то, что называть мы себя христианами, если мы не будем жить по-христиански, то кто так, как научает нас Евангелие, не слушающий надминь Святого Духа. Мы должны пытаться и шукать, как это делала Матерь. Вона, будучи даною Божому проведению, приняла с радостью Божье Слово и выполнила Его своими жизнями. Слухала Его уважно, даже если бы сразу не понимала все. Доверяясь полностью Божьей Богу, вона поступово покрыгнувала свекло для промывания дороги и покликания, даже тогда, когда эта дорога исчезла через Его Богу, где вона не могла бачить смерть своего сына. Но Мария была верной до конца, потому что полностью доверяла и верила Богу, любовь Бога и Его закону. Когда и мы будем делать так же, то Бог не позволяет нас с помощью, чтобы мы могли вирно распознать и идти дорогу нашего покликания. Поэтому открытие нами покликание треба приймати с радостью и быть Его Богом. Даже когда мы крокуем складными и болезненными стежками, будь мы сведомим Божьей присутстви и Его любовь. Каждый наш крок наближает нас до Неби, а тот, кто будет вирным до конца, то и спасение. Мария умела лучше выполнять свои покликания и она сопровождаёт и помогает нам распознать свои собственные покликания и идти за Неби. Как добра мама, она всегда с нами помогает и показывает верность нам. Поэтому Церква даёт нам Бога Родицу за приклад и ответ на Божье Слово. Ей выяснив, нехай станется мне за Твоим Словом, это лучшая ответственность человека Бога. Ла-Мариюца Витковит расстегнулася на все ее жизнь. Она начала так же в всех следующих жизненных обстоятельствах и ситуациях. Но сен с ее жизнью объявился перед всем услуханием и витковой на Божий язык. Закон. Святи Иоанн Павло II заупочувал, чтобы мы с ней сделали провидницей дорога минуви. Поэтому, с полной доверой, сегодня дякую ему за дар нашего покликания, разом с тем, питающий самих себе в своем сердце про те, что оно является даром для инжи. Дорогие братья и сестры, святи Иоанн Павло II в последний на 38-й день молитвы про покликания в 2001-м Иоанн Павло II написал так. Иоанн Павло II единственной и неподвторной, которая гармонийно объединена с людством и всему всесвитом. Открыть Божью присутность в собственной истории не почували себя сиротой, но знать, что почувать себя сиротой, но знать, что маю конца, которому можно полностью доверять. Ось это великое перелом, который выводит человеку позади, лишь людские хоризонты и позволяет понять, что не можно осягнуть полноту иншую дорогу без, ниж, бескоростливым даром самого себя. Навчені словами Святого Павли «Перебуваймо на молитві», приосвячи Бога, щоб багато молодих людей відкрыло Божу присутність в истории своего життя, а також про те, щоб историю своего життя вони звязали зі служением Богом людям, священстві та Богопосвяченим людям. Молімося про відбаву для них покликанье. Допомагай нам вірно прокурати дорогу покликанье пошевельне. І розписка на мене і себе і правого життя і вдруге прийдає зі сладою собі бежеве і мене. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...